Несмотря на пандемию коронавируса, край не должен останавливаться в экономическом развитии. Напротив, нужно наращивать взаимодействие с инвесторами. О том, как продвигается проект «Енисейская Сибирь» губернатору Александру Усу доложил заместитель председателя правительства Сергей Верещагин. Он отметил, что несмотря на все сложности, ни одна из инвестиционных компаний не прервала работы с Красноярским краем. Более того, комплексный проект вошел в фазу активной реализации. Завершается разработка технико-экономических обоснований, готовится проектно-сметная документация. По двум направлениям уже идут монтажные работы, а один проект целиком завершен. В реализацию проекта привлечено порядка 18 миллиардов федеральных средств. И по итогам 2019 года и первого квартала 2020 года инвесторами в проект вложено порядка 3 миллиардов 600 миллионов рублей. Это те деньги, которые фактически пришли в экономику Красноярского края. Я напомню, проект «Енисейская Сибирь» – это комплексное масштабное развитие всего края. Ряд крупных проектов, реализация которых выведет регион на новый экономический уровень. Планируется строительство лесопромышленного комплекса в Богучанском районе, дороги в Курагинском районе, освоение Сарадайского угольного месторождения и множество других крупных проектов. Все они по требованию губернатора будут проходить тщательный экологический контроль, поскольку так или иначе связаны с созданием новых производств. Важен не только финансово-экономический результат отдельных проектов, для бюджета, края, рабочие места, но и эти крупные стержневые инвестиционные проекты должны стать локомотивами такого общего экономического роста. Это означает, что они должны втягивать в свою орбиту наши предприятия, как крупное, так и малое, и средний бизнес, сервисные структуры.